Салют, дорогие друзья! С вами опять КамАЗ. Мы по-прежнему на студии Ravenloft. Поехали! Сегодня будет продолжение нашей предыдущей темы, касаемо растяжки. Но она будет более актуальна для тех, кто играет в пониженных строях, либо даже в дроби. Не важно, что это, дробь ре, дробь до, дробь ля или даже дробь соль. В свое время Арнольд Шварценеггер замечательно писал в своих мемуарах про то, как, приходя в тренажерный зал, он постоянно давал новую нагрузку, шоковую нагрузку на свои мышцы. Не давая им стагнировать, постоянно издеваясь над ними при помощи новых упражнений и идеи их комбинаций. Здесь будет примерно то же самое. В первую очередь мы будем работать над постановкой левой руки и над тем, чтобы не стягивать струны в позиции, когда мы что-то играем. Потому что как только мы начинаем стягивать, особенно это актуально для тех, кто играет в пониженных строях, и в любом случае, вне зависимости от толщины струн, они все равно будут потихонечку стягиваться. Именно для этого я и разработал эту методику. Что мы делаем? Я советую начинать от середины грифа, в данном случае у меня 5-струнный бас компании «Инспектор». Мы находимся в 7-й позиции, и наша задача держать все пальцы на струне в хроматическом порядке, один за одним, и переносить тот или иной палец на соседние струны. И так у нас получается вот такая музыка. И переносим мизинец на четвертую струну. Опять играем третью. И переносим уже на первую. Все пальцы по-прежнему стоят на месте. Как сказал один великий доктор, не отрывая от ботвы. И повторяем то же самое. Сыграем это еще раз. Давай попробуем вместе. То же самое мы сделаем с тобой и с третьим пальцем. Но на этот раз основная наша запедальная нота будет та, которую будет зажимать четвертый. Старайся никуда не торопиться. Я никогда не выполняю это упражнение с метрономом или драм-машиной, а пытаюсь наоборот медитировать, расслабляться. На самом деле я воспринимаю это упражнение как нечто шоковое для своих пальцев. И стараюсь каждый день придумать все новые и новые изощренные способы его выполнения. Выполняя его то в начале грифа, то в конце, где гриф шире, то в принципе пытаясь его сыграть вот таким паучком. Опять же не отрывая ни один из пальцев. Ты можешь придумать себе разнообразные комбинации, которые только хочешь. И старайся делать это каждый день. Во-первых, это поможет убрать рутину при разыгрывании. Во-вторых, ты никогда не знаешь о том, какую партию тебе в следующий раз принесет гитарист. Какой он придумает риф или как играется тот или иной пассаж в песне, за которую ты взялся. Именно поэтому мы готовим руки вот таким вот шоковым образом. Придумывая всякие разные вещи с растяжкой уже при разыгрывании. С вами был КамАЗ. До новых встреч.